Миниган по-советски – восьмиствольный пулемет Слостина. Пулеметы, или как их тогда называли «картечницы», с вращающимся блоком известны еще с 19 века. Изначально вращались они вручную, затем для этой цели стали использовать электропривод. В 30-е годы в Союзе была реализована идея использования энергии пороховых газов для восьмиствольного пулемета. Принадлежала она конструктору Ивану Ильичу Слостину. С середины 30-х он стал работать над пулеметом с повышенным темпом стрельбы. В действии восьмиствольный блок приводился газовым двигателем с выведением газов из канала ствола. Сфера применения такого оружия виделась довольно обширной. Предполагалось, что с его помощью можно бороться с воздушными целями, причем как с земли, так и с воздуха, так и, собственно, с наземными. Работа по вражеской пехоте или легкой технике из пулемета с темпом в несколько тысяч выстрелов в минуту виделась заманчивой. Пока работа над проектом велась на бумаге, ожидалось, что его скорострельность составит не менее трех тысяч выстрелов в минуту. Более смелые расчеты заявляли даже о пяти тысячах выстрелов в минуту. Это, разумеется, было лишь в теории. К концу 30-х Слостин от бумаги перешел к металлу. В это время начались испытания восьмиствольника в 7,62 мм. Его установили на станок Соколова. Подача осуществлялась из металлической ленты на 250 патронов. Некоторые источники указывают, что автору удалось добиться темпа в трех тысячах выстрелов, другие же утверждают, что реальная скорострельность оказалась ниже предполагаемой, не более двух тысяч выстрелов в минуту, но на отстрел ленты все равно уходило несколько секунд. Оружие продемонстрировало право на жизнь, но нуждалось в доработках, повышение надежности, живучести, а также точности, которая, впрочем, могла компенсироваться высоким темпом. В последующие годы был еще ряд испытаний, в ходе которых пулемет дорабатывался, получив несколько модификаций. Все восемь стволов были связаны друг с другом при помощи газовых поршней и комор. В блоке они удерживались двумя муфтами. Стрельба осуществлялась из нижнего ствола с передачей энергии соседнему, а поворот всего блока происходит против часовой стрелки. Опыт Великой Отечественной позволил по достоинству оценить возможности такого мощного пулемета в армии. Наличие подобной поддержки пехоты на поле боя было весьма желаемым, тем более, что одновременно с этим он мог бы выполнять функцию зенитного, а также авиационного орудия. Имелись, конечно, нарекания по поводу малоемкой ленты, ее заклинивания при подаче и надежности в целом. Необходимо было повысить живучесть, поскольку скорострельность вела к довольно быстрому износу деталей, как и резкое прекращение огня с остановкой блока. Ну и, наконец, высказывалось мнение, что вместо калибра 7,62 мм было бы неплохо получить такой восьмиствольник в калибре 14,5 мм с возможностью установки на грузовой автомобиль или на танк в качестве ЗПУ. Сказано, сделано. По крайней мере, по последнему пункту. Слостин действительно собрал пулемет в калибре 14,5 на 114 мм. Изменения коснулись не только калибра. Пришлось переделывать автоматику в целом. Переработка, как выяснилось на испытаниях, не привела к повышению надежности. В конечном счете было решено отказаться от этой идеи и после 1949 года проект свернули. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.